Я бы вот не стал так называть явными фаворитами латвийской команды. Но белорусов вы вчера считали явными фаворитами? Я не считал явными фаворитами. Я думал, что они выиграют и как бы потенциально они вроде бы сильнее, но на самом деле вот все, кто смотрел игру, мы не смотрели, сказали, что ну не было такого преимущества. Могли выиграть, было бы еще это справедливо, но проиграли. И это тоже справедливо. И так и сегодня. Латвийцы хорошая команда, но датчане играли и с финнами очень солидно. И там во многом благодаря своим же удалениям, нарушениям проиграли во многом три шайба пустили в мяченстве. И с чехами бились там значительную часть времени очень достойно. А потом уже было невозможно держать чешскую команду. Понятно ваша точка зрения. Сборная Дании побежала ее подтверждать. В первой же атаке Эдгар Масальский вступает в игру. Я скажу, что в принципе с другой стороны за сборную Латвии говорит тот факт, что они с финнами доиграли до буллитов. Ну а у сборной Дании одна заброшенная шайба и 11 пропущено. Да, есть много причин этого. Я о них Пербакман рассказывал. И я по ходу трансляции объясню, почему датчане сейчас в общем и не говорят всерьез, что у них хоть какие-то шансы есть попасть в плей-офф, как в прошлом году. Но тем не менее, в общем, сборная Латвии, как мне представляется, в этом матче фаворит. Никак не меньше, а может быть и больше, даже чем сборная Белоруссии вчера. Давайте о составах. Со сборной Латвии начнем. Эдгар Масальский с основной галкипер-команду. Он в воротах и, собственно, это, наверное, практически безальтернативный вариант. В запасе Мартин Шрайтумс. Первая пятерка подопечных Олега Знарка выглядит сегодня следующим образом. В обороне Арвиц Рекец и Георгий Пуэц. Третье и 81 номера. Тройка нападения. Херберт Васильев, капитан команды 12-й. Александр Неживий, 17-й. И Мартин Штипульс, 47-й. Вторая пятерка. Кришьянис Редликс и Оскар Цибульскис. Два защитника. 26-й Редликс, 44-й Цибульскис. Тройка нападения. Андрис Джериндж, 23-й. Микелес Редликс, 24-й. Лаурис Дардинш, 10-й. Третья пятерка. Кристоф Сотникс и Йекобс Редликс. Два защитника. 11-й и 25-й номера. И в атаке здесь Рональд Кеннинс, 15-й. Каспар Суэлитис, 18-й. Гирц Анкипанс, 75-й. Что здесь стоит отметить, что в этом самом третьем звене Рональд Кеннинс появился, у которого практически не было игровой практики ни в первом, ни во втором матче. В первом матче он провел одну смену, но он один из тех четырех игроков сборной Латвии, а если не считать третьего вратаря, даже и трех, которые до того не принимали участие в чемпионатах мира, так что любопытно будет посмотреть за 15-м номером в составе сборной Латвии. Ну и четвертая четверка. Здесь четыре нападающих. Роберт Бухарс, как раз который играл в третьем звене. Девятый Арбанд Бердиш, 21-й. Сергей Пичура, 27-й. И Гинсмея, 87-й. И Пичура и Мея будут играть, вероятно, больше, чем два других. Главный тренер команды Олег Знарок. Ну и хорошо знакомый его ассистент Харри Виталийс. Минуту 43 сборная Дании, услышав Сергея Гимаева, не откладывает дело в долгий ящик. Три голевых момента и гол. На самом деле Сергей Гимаев болеет за сборную Латвию, чтобы там не было никаких уже недомов. Поэтому я очень расстроен. Я сильно сомневаюсь, что сейчас в этом матче много людей болеет за Дани. Хотя есть люди, на самом деле, наверняка же есть люди, которые сопереживают сборной Финляндии. И вот сборная Финляндии, которая потеряла очки со сборной Дании. И только ей выгодно, чтобы сегодня вышла сборная Дании. Потому что тогда финны выйдут в следующий раунд, не потеряв очков. Но это вот касается болельщиков финской команды исключительно. 1-0 в пользу сборной Дании. 2 минуты 46 секунд отыграли команды во втором периоде. Ничего страшного не случилось, пока вы смотрите Пактор. Это включили шумометр. Самая затягивающая для болельщиков штука. Вот мы как раз обсуждали с Сергеем Гимаевым в перерыве, что здесь, в Словакии, почему-то не прижилась на всех чемпионатах мира последних лет очень популярная видеоигра со зрителями. В поцелуи, когда кого камера показала, те должны целоваться. Это и в Москве и мытищик, когда был чемпионат мира. Хорошо было и в других странах. Здесь как-то так себе. Зато на шумометр Словакии и те, кто на трибунах, здорово реагируют. Вот сейчас без шумометра обошлись. Это реагирует исключительно болельщики сборной Латвии. Легко можете представить их численное превосходство на трибунах. Бросал, подставили клюшку и шайбе залетел в ворота. 3-0-3 сыграно. Во втором периоде Оскар Цибульскис бросил от синей линии. Мартин Штыпулис подставил клюшку и 1-1. Так что Цибулис в двух эпизодах подряд оказался очень важен для своей команды. Сперва он заработал удаление, которое позволило не дать забросить капитану Датчан вторую шайбу. А теперь подставил клюшку под бросок Цибульскиса и забросил первую шайбу сборной Латвии в этом матче. Пятую на турнире и первую в этом матче. Наверное, эту самую шайбу можно сравнить по важности с любой другой. Чуть-чуть остается времени до возвращения четвертого игрока на лед у сборной Латвии. Якобсон сохранил шайбу. Харт на защитник. Это даже не защитник, это нападающий Мортенгрид. Печура вернулся. Опасный особенно был бы этот вариант, если бы Нильсон реально закрывал дальнюю штангу. Что там со сменой-то, вот видите, там люди уже приехали. Грин, Харт. Если бы Харт бросал, может и опаснее. Борная Латвия бежит в контратаку. Герберт Васильев открывался для того, чтобы, может быть, помочь привлечь в себе внимание. Тащил шайбу Микелес-Редликс. В любом случае провели время в чужой зоне хоккеиста сборной Латвии. Кристенсен. Вторая минута игры в большинстве. Удаление. Почти пошла. Герой сегодняшнего матча без вопросов. Для сборной Дании, только и для всего матча. Вот это мы узнаем, когда матч закончится. Что-то паузу такую сделала. Выграл защитника так легко, достаточно. Конечно, я глядал защитника, что там в вопросу полезет. Вторая минута первого периода. И девятая минута второго периода. Время триумфа Мэтца Кристенсена. Две заброшенные шайбы. Здорово сыграло. Как большой мастер. Действительно. Большой. Беткер оставляет шайбу защитнику. Получает обратно. Вот Мэн Кристенсен уже прикатил на пятачок. Чуть раньше, если делать было передачу Беткеру. Росток Херзбер рядом со штангой. Беткер подобрал ее. В сегодняшнем матче как раз вот тренер, который говорил про 6 минут игрового времени. Я думаю, что может быть все-таки и несколько разозлил этим Беткера. И сегодня именно он его звенок. Третье. По номиналу выхода на лед. Забросило две и сейчас простило по полной программе. Это как раз Микель Беткер и был единственный Хайлэдс. Потревожил пока что штангу. Сейчас 4 на 4 играют команды. Мортен Грин пошел в обыгрыш. Пуэц его встретил. 3 в 2 так сейчас должно получиться. Не живи. Анки Панс. Попадает шайба в плечо голкиперу сборной Дании. Последние 5 минут второго периода пошли. Не живи. Выкладывает подбросок. Бросок не получается у защитника Якобса Рейдликса. Ну да. Зато получается второй бросок у Якобса Рейдликса. Не живи сыграл как должен такой мастер играть. Оправдался. Получно. Реализовало большинство при этом. Сборная Латвии так вот уж сложилась. Потому что играли втроем против пятерых, в четвером против пятерых. И потом чуть-чуть в большинстве 5 на 4. И успели за это время забросить. Якобс Рейдликс. Первый его бросок не получился. Зато получился второй. И сильным, и точным. Да. Извертаря такого сделали. Неправильному парню. Так он еще и подскользнулся там. Видите. И вообще там. Просто вот одним движением. Я даже боюсь просить вас уточнить. Ну что ж за неправильного парня. Сделали просто извертаря. Вот в этом плане. Ну вообще, если первая серия, то лучше, конечно, бросать вторым. С другой стороны. Если три не заброшены, то потом разворачиваются. Не, ну просто вторым тут первым не забросил. Тот бросает. У меня все равно сам тут сбой. Есть еще третий ряд. Никто не забросил. Мы с вами наблюдали. Тут как раз последний раз по 8 баллитов пробили. Прежде чем определили, кто же выиграл. Вот слишком мало тревога был мимо ворот. Так. Ну и появляется у сборной Дании человек, забросивший сегодня обе шайбы. Мэтс Кристенсен. Мэтс Кристенсен против Эдгора Масальскиса. Ни одного реализованного булита пока что. И вот и он. Человек, который вытаскивает сборную Дании. Следующий раунд. Сборная Латвии, я думаю, большинство латвийских болельщиков просто в шоке. Сборная Финляндии и финские болельщики. Вот те, кто получили неожиданный подарок. То, что сборная Финляндии потеряла очки в групповом раунде против сборной Латвии, для нее уже имеет значение и не будет. Второй день подряд тот, кто представлялся командой, имеющей преимущество, представлялся фаворитом, вынужден сойти с дистанции. Вчера сборная Белоруссии. Сегодня сборная Латвии. Но искренне скажу, при всем сочувствии к сборной Латвии, эти датчане сегодня играли, наверное, на 150%. И надо было забивать свои голы в концовке третьего периода. Те шайбы, которые обязаны забивать. Это безусловно. 3-2 с таким итоговым счетом сборная Дании выигрывает у сборной Латвии. Идет дальше. Ну а Латвии, как и Белоруссии, бороться за выживание. Будем на этом прощаться. Работает для вас сегодня Сергей Гимаев и Александр Ткачев. Спасибо за внимание. Болейте на здоровье. И до новых встреч на чемпионате мира в Братиславии уже сегодня на матче в Чехии в Финляндии. Сергей Белоруссии, официальный спонсор Мастеровского света, Граду Лопови 2011, Райфаист по интернешнему. Граду Лопови 2011, Райфаист по интернешнему. Продолжение следует...